Детям до 14 лет рекомендуется смотреть вместе с родителями. Какой звук мотора, какая мощность. В далекие 90-е каждый в то время живущий человек, наверное, мечтал приобрести этот легендарный агрегат. Пактурный, чисто с мужским характером. С ним связано наше прошлое, настоящее и, возможно, будущее. Ассаламу алейкум, дорогие телезрители, с вами программа ProAuto. И сегодня у нас на обзоре автомобиль, который оставил жирный отпечаток в истории немецкого автоконцерна. Beko 5 серии 540 в 34 кузове. Ну а я пойду, познакомлюсь с ней поближе и познакомлю вас. Вы не переключайтесь, будьте с нами. На смену Е-28 в 1987 году пришла Beko в 34 кузове и сразу же нашла свое место под солнцем. И доказала разработчикам, что их труд будет оправдан в полной мере. Кузов стал более обтекаемым. Появились вертикальные указатели поворота спереди, противотуманные фары под бампером. Габариты по сравнению с предыдущей моделью 5 серии ощутимо выросли, а масса автомобиля была снижена. И вследствие, так или иначе, все эти доработки привели 34 кузов Boomer к успеху. Одной из важных составляющих частей автомобиля является кузов. Если кости все целые, значит машина еще жива. Хочу обратить сейчас ваше внимание на эстетическую часть Beko. Владелец, собственно, ручно как бы подрезал пружины. Ну, как говорится, красота требует жертв. Также здесь могу не акцентировать свое, не могу акцентировать свое внимание на титановых дисках. Они называются рондолы R17. А если посмотреть на мордашку этого автомобиля, ну действительно ты чувствуешь вот в этот момент характер. То есть кто перед тобой. Как бы не наворачивали эстетическую часть кузова немецкого железного скакуна, мы должны понимать, что золотые годы для этого авто остались позади в далеких 90-х. Когда речь идет об эхе, все мирское бытие остается за порогами этого автомобиля. Сейчас я сижу в салоне. Салон Recaro на коже, но, к сожалению, не электрические сидения, а механические. Коробка тоже у нас механическая, пятиступка, полный электропакет. Печка здесь, я вижу, есть у нас кондиционер. Что еще можно отметить в этом автомобиле? Деревянные вставочки всюду и везде. Но самое главное, знаете, что мне нравится в этом автомобиле? Так, это все содержимое под капотом, а там 4 литра. Давайте просто послушаем его. Заведем. Ай, да звук. Так, поддадим газу. Тебя просто перебирает от этого звука. Жаль, что вы не чувствуете, как машину дергает. Ну вот такая вот у нас бэха сегодня. Я, не я, если не проведу сейчас маленький тест-драйв. Ну под капотом 4 литра, вы сами понимаете. Так, сейчас мне надо будет выжать цепление. Выжимаю. Ставлю на первую передачу. Ну и поехали. Все, теперь я в спокойном режиме. Поеду-ка я дальше в станцию технического обслуживания. И пусть механики нам дадут техническую характеристику бэхи 5 серии. А с меня хватит. То, что происходило со мной дальше, просто не передать словами и эмоциями. Хочу сказать, ребят, что скорость она набирает неимоверно быстро. Просто припечатывает тебя к сиденью и не дает тебе расслабиться. Держит в напряжении до конца поездки. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортного средства, дорог, дорожных знаков и других сооружений или иного имущества, причинивший материальный ущерб, карается статьей 610 частью 1, что составляет 10 МРП 24 050 сенге, лишением водительских прав на 6 месяцев. Шасса, салам алейкум. Салам алейкум, салам алейкум, сели. Ну вот, значит, приехали мы к тебе в гости. Бэха Пятерочка, легендарная, всеми нами знакомая. Как обычно в программе мы разобрали кузов-салон. Теперь я так мельком сказал, что под капотом имеется 4 литра. Здесь теперь нужна твоя профессиональная точка зрения. Расскажи нам поподробнее, какие плюсы есть у этой Бэхи, какие минусы и недочеты есть. Давайте для начала, как говорится, откроем капот, посмотрим двигатель. Есть и плюсы, есть и минусы, конечно. Ну вот он, мотор перед тобой. Так, 4-х литровый двигатель, высокооборотистый, конечно. То есть, очень бешеная скорость на нем. Пользуется вообще среди молодежи большим сбросом, что 90-е года, что нынешнее время. То есть, в этой машине можно говорить многое. А какой вообще у этой серии есть еще помимо 4-х литрового мотора двигатели? 3-х литровый есть, 3,5 есть, 4-х литровый, 4,4 есть, 4,8 есть. А самый такой, скажем, практичный, более практичный, если мы говорим Бэхи, конечно, использовать слово практичный. Ну, вообще, BMW, как бы, весь автомобиль такой, что 525-я, что, ну, серии X5, скажем, современные X6-е машины. То есть, капризная немножко такая машина. Требует ухода хорошего на собой. Пусть она и старая, но запчасти на нее... Да, да, она, то есть, да, вот любит за собой ухаживать, ну, чтобы за ней следили и ухаживали. То есть, она, как бы, такая, как бы, капризная машина. И за счет этого вот, за счет этого она пользуется среди молодежи, конечно, и, как бы, среди таких состоятельных людей. То есть, скажем, например, в плане такси она не пойдет. То есть, у нее расход бензина 14 литров. 14,4 литров? 14 литров, да. То есть, на 100 километров 14 литров – это при неагрессивной езде, то есть, скажем так. При нормальной езде. При агрессивной езде 16-17 литров. Какие особенности у этого мотора? На что нужно обращать внимание владельцам таких авто? Ну, особенности у них, то есть, как бы, слабые места, вылетают катушки из строя, катушки с зажиганием. Потому что за счет того, что, понимаете, обороты высокие. И, как бы, вот, из строя выходят катушки. А если, смотри, М60 мотор, есть Ванус. Ванус, он, какие преимущества у Вануса? Есть ли здесь Ванус? Да, у Вануса преимущества, то есть, как бы, открывание, зажигание быстрее, как бы, доворот, доворот колембалом, он идет быстрее. Здесь он есть установлен? Да, здесь он установлен. Нет, здесь нет, без Вануса. Без Вануса, да? Да, без Вануса. По поводу масла, что ты скажешь? По поводу масла, вообще... Нужно ли доливать, или он как-то вот от замены до замены справляется? Вообще, как бы, по статистике, у них от замены до замены литр, допустимый, литр масла, то есть... Доливка. Да, доливка идет. Потому что этот, ну, высокооборотистый двигатель, плюс, он, видите, блок у него, ну, то есть, здоровый. Сюда заходит много масла, около 8 литров масла. За счет этого, как бы, даже если нигде ничего не будет бежать, по-любому надо будет литр масла от замены до замены доливать. У него, как бы, ну, слабые места, это прокладки клапанов крыши, потом ремкомплект масляного домика, то есть за того, что, ну, вентилятор, скажем так, постоянно работает на включенную. Ага. И за счет этого рассыхает, то есть прокладки клапанов крышек, ремкомплект этого, ремкомплекта масляного домика, то есть шланги, то же самое. Давай заглянем в ходовку. Да, давай. Посмотрим состояние коробки и вообще ходовой части, что там имеется. Смотреть, здесь что-то подтекает, течет. Здесь бежит у нас ремонт сальника. Кореной сальник бежит за счет того, что вот это, скажем, обороты высокие в BMW. И как бы начинает бежать коренной сальник. То есть это проблема? Это проблема, да. Он бежит сверху, то есть с углов клапанов крышек. Ага. Как бы тоже за счет того, что обороты высокие, она рассыхает опять-то, потом сужается и начинает бежать резина. В том потеке масла идут у них шланги, гура, то есть высокого давления. Ага. То есть как бы тоже из чистой выходит колонка рулевого механизма. То есть ремкомплект, сальники, резиночки. Тоже каждый тысяч тридцать надо их менять обслуживание. За счет маневров, за счет того, что за счет агрессивной езды начинает все бежать. Те, кто умеют водить механику, они, конечно, довольны тем, что у них механическая коробка передач. В плане ремонта тоже автомат дороже обходится. А еще вот о особенностях, особенностях ходовой части. Особенности ходовой части, слабые места, это верхние рычаги. То есть они постоянно работают в нагрузке. То есть с места срываешься, они начинают работать. Начинаешь как бы на тормоза нажимать, вся нагрузка идет в первую очередь на верхние рычаги. Та же самая нижние рычаги, вся подвеска находится на нижних рычагах. Да, на нижних рычагах. Рулевой маятник тоже. Нагрузка вся идет сюда, но за счет того он тоже. Видите, стук. Многорычажная система. Это большой плюс, она смягчает. Верхний рычаг, нижний рычаг, рулевая трапеция. Как бы стабилизатор. Также работает постоянно при нагрузке эластичная муфта. То есть соединение между коробкой, не имеет значения, то есть МКПП, коробка механическая передача. Здесь механическая 5-ступка. Да, здесь стоит механическая передача. То есть эластичная муфта, она как бы, что на автоматах, что на механиках, она предназначена одна и та же. То есть работает постоянно в нагрузке. Со временем появляются вот такие трещины. опять таки же все зависит от качества производителей то есть есть некоторые предпочитают подешевле запчасти зато она будет два раза быстрее из строя выйдет но здесь есть такие моменты что именно у бмб она немного подгнивает отгнивает да совершенно верно все свойства у нее если пошла немножко коррозия она пойдет дальше она будет гнить пока ее не остановить там не устранить неполадку да так дальше давай пойдем пройдем в заднюю часть также подвесной подшипник тоже как бы если выходит эластичная мута из строя нагрузка идет на подвесной подшипник автоматически его тоже здесь соединения нет здесь а есть граната так а также сзади что у нас выходит из строя как чистой что это задний балочные солимлоки именно балочные солимлоки спереди которые большие потому что тоже вся нагрузка идет сюда сзади начинаем тормозить начинаем трогаться вся нагрузка играет на балочные задние солимлоки на закате нашей программы хотелось бы напомнить вам друзья что сегодня у нас на обзоре была пеха пятерочка 540 в 34 кузове 1993 года сколько бы не было на нее любителей или те кто против данного автомобиля но тем не менее все мы знаем что в истории немецкого автопрома она останется с вами была программа про авто увидимся на следующей неделе берегите себя в следующей неделе берегите себя